МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это и специальная военная операция на Украине, это и очень сложная ситуация в экономике. Они все эти вопросы требуют ответов. Александр Леонидович, коллеги, позвольте, я первым начну. По поводу специальной военной операции. В обществе существует, можно сказать, две полярных точки зрения. Одни люди говорят, что ни в коем случае нельзя было вводить войска, только дипломатия. Есть мнение, которое высказывает, что нужно это было сделать еще в 2014 году, когда начались бомбардировки Донбасса. Хотел узнать про вашу позицию гражданскую, хотел узнать про ваше мнение. Я думаю, важно для многих его услышать. Андрей, ну, во-первых, чтобы принимать такие решения, нужна информация. То есть нужно владение полной информацией. У нас такой информацией владеет президент, который принял такое решение. И сегодня мы можем судить уже о том, насколько правильно было принято решение. Вы видите, на Украине готовилось к войне. И сегодня уже есть подтвержденные факты, что они планировали напасть на Донбасс в марте. Президент просто опередил. Он это все видел, знал. И он принял решение, в отличие от Сталина, который ждал. И 22 июня 1941 года немцы напали на нас. Здесь был упреждающий удар. И другого выхода не было. То есть Россия оказалась в таких условиях, что по-другому нельзя было. Поэтому такое решение было принято. И сегодня мы должны все поддержать и нашу российскую армию, поддержать президента. И закончить эту спецоперацию в интересах мира. В интересах мира на Украине и у нас в стране. Александр Леонидович, сейчас помимо экономической войны идет и очень массированная информационная война. Сейчас в интернет хоть не заходи. Фейки отовсюду. Вот на ваш взгляд, понятно, для чего эти фейки создаются. Для чего они делаются. На ваш взгляд, они могут повлиять на общественное мнение? Ну, на самом деле, вы же видите, прошло уже две недели. Стабильность сохраняется. Она будет сохраняться дальше. А то, что такие потуги, скажем, американских наших оппонентов, европейских, идет массированная обработка. Но мне кажется, это не страшно. Это нужно воспринимать как идеологическая война. Это идет действительно как бы идеологическая, психологическая война. Мы должны спокойно относиться к этому и делать свое дело. Еще раз говорю, поддерживать российскую армию, поддерживать тех, кто сегодня восстанавливает мир. А это не только военные, это и врачи, это сегодня и строители, и люди других профессий. Поэтому здесь просто нужно, еще раз говорю, совместными усилиями восстанавливать этот мир. Но после 24-го числа очень много стало людей, которые говорят, что они стыдятся быть русскими, что мы навсегда поссорились с братским народом. Вы встречались вообще с такой точки зрения? И если да, то как на нее вообще реагировать? Ну, Анатолий, я встречал, конечно, таких людей, которые говорили об этом, но я-то рассуждаю просто. Вот если бы у вас, не знаю, да, сегодня украинцы это братский народ, да, тем более для нас это родные, как бы, амичи, потому что у нас проживает на территории области 50 тысяч украинцев. И, подчеркну, сегодня война идет не с украинцами, война идет с режимом, с тем политическим режимом, который загнал в тупик всю ситуацию в Европе. А то, что когда люди говорят, что вот у нас с соседями военные действия, ну, давайте рассуждать. Вы, к примеру, живете в квартире, а у вас через стенку на лестничной площадке живет семья, где, там, не знаю, употребляют алкоголь, наркотики, и даже глава семейства употребляет наркотики. И дебоширует по ночам, да, бегают с ножами, с топорами, и угрожают уже вашей семье, стучаясь там ночью в двери. Вы как на это будете реагировать? Ну, разумеется, я буду защищать. Правильно, и будете применять силу, да, и вы вынуждены будете пригласить полицию, которая применит силу. И вы применяете силу не против, там, всей семьи, там есть, как бы, и нормальные люди, которые живут, которые не употребляют алкоголь. Вы применяете силу против тех, кто, ну, является зачинщиком, вот, всего этого, дебоширом. И это же вас не смущает? Вы таким образом защищаетесь. И здесь сегодня государство защищается. При этом государство защищает и вас, которые сегодня, я имею в виду, пытаются осуждать. Понимаете, кого-то сегодня волнует, что он не может съездить на лыжах выходные покататься в Куршевель. Ну, извините, съездите в Шерегеш. А если вы считаете, что это принципиально, и вы за это отказываетесь любить свою отчизну, ну, тогда это вообще уже предательство. Вот такой ответ. Александр Леонидович, каждый день мы видим два списка. Список санкций новых и список компаний, которые ушли с российского рынка. Как это повлияет в долгосрочной, краткосрочной перспективе на нас, на всех? Ну, действительно, это так же, вот, как фейковая война. Да, идёт поэтапно такие, здесь одни санкции, другие, одно государство, другое присоединяется. Это тоже всё срежиссировано. И создаётся такое ощущение, что это, как бы, снежный ком санкций, которые пытаются задавить нашу экономику. Я считаю, здесь так же надо спокойно к этому относиться. Остановится этот снежный ком, и он ещё будет таять. Ещё придёт время, когда те, кто отказались от работы на российском рынке, ещё придут и будут предлагать свою продукцию завтра. Когда закончится спецоперация, когда все стороны между собой уже подведут итоги, придут к каким-то уже консенсусу определённому, наши государства европейские, в первую очередь. И тогда уже встанет вопрос, кого, кто придёт на наш рынок. А в это время у нас уже произойдёт или импортозамещение, наши компании будут работать и производить эту продукцию, или другие страны, с которыми мы будем сотрудничать на тот момент. И тогда уже встанет вопрос, кого мы будем выбирать, с какой продукцией, с какой страны. Понятно, что всё будет непросто. Да, санкции – это тоже нужно время, чтобы перестроиться, чтобы запустить новое производство или найти новых поставщиков. Но это всё возможно. Ещё раз говорю, я даже не побоюсь этого, это шанс для России укрепиться, экономически укрепиться. И не надо и бояться этих санкций. Да, будет тяжело, непросто. Нужно будет закатать рукава и много работы. Но я вам напомню, те санкции, которые были после 2014 года, нас как только не пугали. И вспомните, у нас на тот момент 70% продовольствия завозилось в страну, импортировалось. Но мы за эти годы полностью себя практически на 100% обеспечиваем. Поймите, те санкции, они дали толчок для развития аграрного своего отечественного сектора. Те санкции в то время показали нам, что надо заниматься собственной экономикой, собственным производством продуктов питания. И мы за эти годы выстояли, окрепли и сегодня сами стали экспортировать. Даже Омская область сегодня из года в год увеличивает объемы экспорта за границу. Вот, это был результат тех первых санкционных действий. Александр Ильич, но про аграрный сектор вопросов нет. Тут мы, конечно, впереди планеты всей и добились импортозамещения, ну, процентов на 90. Насколько предприятия промышленные готовы? Насколько предприятия ВПК готовы к такому чудовищному, беспрецедентному давлению? Ну, пример. Единственный российский самолет, Суперджет, сухой Суперджет, он летает на французских двигателях. Вот есть ли в Омской области промышленные предприятия, которые критически зависимы от импортных технологий? Значит, Андрей, я скажу так. Вот вы сейчас заговорили об авиапроме. Это еще один шанс возродить свою авиационную промышленность. Да, сегодня Суперджет, который производится в России, имеет большое количество комплектующих западных поставщиков. Но это как раз дает возможность уйти на производство собственных двигателей, собственного планера и многого другого. У нас появляется шанс, допустим, у завода имени Баранова получить еще больший объем загрузки. И уже производство готовых двигателей авиационных. Более того, мы имеем сегодня шесть площадок для испытания тех же двигателей, в которые необходимо вложить небольшие средства для того, чтобы уже под каждую марку двигателя сделать свою установку для проведения испытаний. Поэтому сегодня я считаю, что как раз оборонный комплекс получает возможность и машиностроение, авиастроение, машиностроение, ракетостроение. Это все позволяет получать новый объем заказов для производства тех изделий, которые раньше делали на Украине, делали во Франции, делали в Германии. Сегодня мы можем основное производство размещать у себя. На первом этапе, наверное, мы будем обращаться и к соседям, и к Китаю, и к другим государствам. Вы очень правильно упомянули, что мы сейчас начнем сотрудничество более активно с Китами, я так полагаю. И Омской области ведь в этом плане очень повезло. Мы так логистически расположены, что мы можем в принципе стать хабом для азиатских стран. Как-то здесь все сюда стекаются. Может быть, уже есть какой-то интерес у тех же китайских партнеров из других азиатских стран. Как вы рассматриваете этот вариант, чтобы Омская область стала действительно таким хабом? Ну, смотрите, Мария, мы в этом направлении уже работаем и работаем с логистическими компаниями. Вы знаете, что у нас на железной дороге несколько логистических компаний, которые открыли свои центры и занимаются логистикой. Но мы параллельно, вот буквально прошлый год, начало этого года, мы привлекли, допустим, компанию PFO Group, которые зашли в парк наш солнечный на левом берегу города Омска, которые начали строительство, ну, первый этап, 30 тысяч квадратных метров складских помещений, так, а по общему проекту там 200 тысяч квадратных метров. Это чисто, как бы, логистический хаб для торговых сетей, в первую очередь, там, Магнит, Пятерочка и другие. Вот, они вот первые, кто зашли, так, крупномасштабно, и уже начали реализацию проекта. Буквально на днях, это вот было в пятницу-субботу, компания Вальдберид зашла с предложением строительства складских помещений общим объемом тоже 100 тысяч квадратных метров. Это большой проект логистический. Это говорит о том, что интерес сегодня есть. Мы всегда говорили, и последний раз, когда в прошлом году встречался с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы как раз говорили, что Омск – это, ну, ворота в Азию, в Азию, в Центральный Азиатский регион. Я согласна, да. И мы сегодня можем осуществлять, с одной стороны, поставки экспорта Казахстан, понятно, Туркмения, Узбекистан, Киргизия и, в том числе, Западный Китай. Я бы хотел, с вашего позволения, немного сместить фокус с темой, затронуть чаяние потребителей. Сейчас дорожают цены, это, к сожалению, факт свершившийся, и крупные торговые сети, в том числе омские, они как могут цены держат. То есть те самые 5%, которые обсуждались на федеральном уровне, здесь все в порядке. Но есть и маленькие предприниматели, которые иногда позволяют себе и сахар вдвое у них дорожает, и молочная продукция процентов на 15-20. Можно ли как-то мониторить их работу? Стоит ли их за это наказывать, или это, наоборот, знак того, что им нужно помогать, чтобы они так не повышали цены, чтобы они выжили? Ну, Анатолий, то, что касается роста цен. Во-первых, давайте говорить честно, сахар не в два раза вырос. У нас он стоил в феврале 59 рублей, сегодня он стоит 72 рубля. То, что сегодня встает вопрос у дорожаний, вы знаете, что крупные сети приняли решение об ограничении роста. И то, что сегодня, допустим, нету какого-то продукта на полках в течение часа, двух, потом он появляется. Это, понимаете, всегда, вот даже вспомним апрель 2020 года, когда ковид пришел только в Россию, все началось, как бы такое, ну, беспокойство, паники, наверное, не было. Но люди начали усиленно закупать большими партиями продукты питания. Да, и появились пустые полки, я даже там помню, и в Ашане пустые полки. Просто сети не готовы и магазины к такому большому объему продаж. Поэтому у них логистика построена. Все, вспомните, апрель, май месяц, да, где-то появлялись пустые полки. Все потом было поставлено на эти полки. Потому что сегодня есть у нас продукты питания, проблем нет. У нас запас там в каждом магазине от двух до трех месяцев. И плюс у нас еще есть все на уттовых складах. Поэтому нету основания для, вот, как бы, ну, массового, может быть, приобретения, там, с запасом приобретения продуктов питания. Запасаться в проб. Есть все это в наличии. Пойдет вот эта обеспокоенность у людей снова, полки будут загружены. Да, соглашусь, есть факт. Кто-то пытается там маленькие поставщики или небольшие магазины играть, да, на росте цен, увеличивают. Выявляем, да, мы вот ежедневно, у меня мониторинг ложится на стол, полностью мы видим, кто, где. Если где-то шалят, мы направляем туда надзорные органы, антимонопольный комитет подключаем. Мы работаем, как бы, вот, точно по каждому поставщику. Будь то это строительные материалы поставляют там металл или продукты питания, мы работаем. Александр Леонидович, возвращаясь к вопросу об уходе компаний с российского рынка. Компании это люди, люди остаются без работы. Коснется ли безработица Омской области? Много компаний ушло, мы это видим. Мария, давайте, во-первых, мы видим, что компании уходят у нас достаточно по-разному. Некоторые заявляют, что они уходят, но, тем не менее, они продолжают содержать наемных работников, приостанавливать деятельность. Дальше будем смотреть индивидуально по каждой отрасли, кто какие решения будет принимать, кто куда будет двигаться. В этом случае, если предприятие останавливает деятельность, мы можем действовать по принципу Америки, которые также будут спрашивать собственника, почему приостановленная деятельность, и люди ушли искать место на рынке труда, в службу занятости. И там встает вопрос, если вы сегодня не выполняете свои обязательства, можно насчитать им соответствующие, я говорю, согласно американского законодательства, они считают ущерб, нанесенный государству. После этого просто забирают то имущество, которое осталось от этого предприятия. Поэтому, еще раз говорю, сегодня достаточно гибко работает правительство Российской Федерации, и в этом случае будет также приниматься решение. Если иностранный инвестор не готов соблюдать российское законодательство, значит, для него будут также диктоваться определенные условия в интересах российского государства. Это ключевое. А то, что касается занятости, я могу назвать только ситуацию на сегодняшний день. Мы же говорим, общаемся в ежедневном режиме и с руководителями предприятий. По промышленным предприятиям у нас нет пока такого опасения. По крупным предприятиям, я сам со всеми директорами общался, здесь работа идет как бы в прежнем режиме. И при этом у нас с вами сегодня в службе занятости стоит на учете 13 тысяч безработных, которые стоят на учете как безработные. А вакансии свободных, которые работодатели выставляют в поиске рабочих рук, 30 тысяч. Понятно, там разные профессии, еще разная квалификация требуется, но тем не менее 30 тысяч требуется сегодня на рынке труда и 13 тысяч, которые стоят. То есть есть еще запас, куда набирать людей для трудоустройства. Александр Ильич, есть понимание, что делать с планами правительства региона на этот год? Назовем ее так, повестка развития, которая была еще в прошлом году, когда планировали, потому что планы по ремонту дорог, планы по строительству школ, планы по строительству детских садов, планы по комплексному развитию левого берега, там тоже новые троллейбусные маршруты. А вы что-то будете корректировать, что-то менять, от чего-то отказываться? Значит, смотрите, сегодня мы обсуждаем с правительством России эти планы по 100% реализации, то, что было. Если мы говорим, допустим, заговорили о левом береге, где планируется построить 1 300 000 квадратных метров за ближайшие 10 лет, и компании «Эталон» и «Брусника», они дальше продолжают строить. Более того, сегодня принято уже на уровне правительства сохранить еще раз защиту наших граждан. Те, кто имеет ипотечные кредиты, сохранить ту ставку, которая была на момент подписания договора, кредитного договора по ипотеке. То есть здесь люди не должны беспокоиться. Неважно, что ключевая ставка поднялась, у них ставка не будет подниматься. Те, кто имеют уже существующие ипотечные договоры. Вот это один момент. И по новым сегодня правительство также обсуждает сохранение льготной ипотеки, как это было в 2020-2021 годах. Поэтому жилищное строительство будет продолжаться. Наш проект по дорожно-транспортной сети и развитию электрического транспорта, троллейбусов, точнее, троллейбусного транспорта на левом берегу, он у нас в проекте так и есть. Он сейчас идет проектирование дорог, идет проектирование электрических сетей. Мы в этом направлении работу продолжаем. То, что касается социальных объектов, это строительство школ и детских садов, вне зависимости от того, что произошло удорожание в прошлом году, и была остановка вынужденной из-за роста цен на металл, из-за роста цен на определенные виды строительных материалов. Сегодня строительство все равно продолжается. Как бы там не было сложно в связи с ростом цен, мы изыскиваем средства, федеральное правительство помогает, и мы эти социальные объекты будем заканчивать. И дороги, как мы строили, все, что у нас в планах есть, мы эти дороги будем продолжать строить. По поводу самолетов у меня вопрос. У нас сейчас такая ситуация странная сложилась в стране. Простите, это дурацкий каламбур, самолеты зависли в воздухе. Мы их не отдаем, у нас их пытаются забрать. В Омск область в этом случае, мне кажется, в неплохом положении, потому что у нас есть базовый перевозчик Red Wings, и у него сухой суперджет. Вот меня беспокоит, не заберут ли эти самолеты в Москву. Тем более, что у нас есть все-таки планы, как мы считаем, создать здесь хаб. Они нам нужны самим здесь. Во-первых, давайте начнем с того, что сегодня в Москве сохранились те и Боинги, и Аэрбасы, которые есть, поэтому здесь Аэрофлот и Победа обеспечены воздушными судами. Мы действительно имеем базовую компанию Red Wings, которая уже базирует самолеты суперджет у нас на территории. У нас 15 направлений с ними было запланировано. Все идет пока по плану, открытие этих направлений, народ летает. И более того, что я думаю, с учетом закрытия европейского воздушного пространства, наоборот, региональные перелеты будут развиваться. Так и еще больше придет сюда участников воздушных перевозок. При этом мы видим, что уже сегодня многие государства Юго-Восточной Азии, Центрально-Азиатского региона, они проявляют интерес и готовы летать к нам, и готовы запускать наши авиакомпании для полета в их страны. Просто здесь потребуется, может быть, достаточно сложная такая логистическая, скажем, не побудь слово, операция, да, перенаправление воздушных потоков, я имею в виду потоков этих авиаперевозок с другими странами. Но это все решаемо. Но я предлагаю немного вернуться назад, снова поговорить про уход компаний. Дело в том, что есть интересная такая приятная традиция, точнее тенденция. Иностранные бренды с нашего рынка уходят, и люди оказались вполне готовы их заменить на своих местных производителей. В этом плане сдюшат ли, поскольку растет спрос, растет нагрузка? Ну, знаете, я, во-первых, вспомнил тут сразу шутку, когда Китай официально заявил, что компания Prado, Gucci и другие не уходят с российского рынка. Понимаете? Во-первых, многое, да, наверное, львиная доля тех товаров, которые торговались французскими, итальянскими брендами, они все производятся или в Таиланде, или в Китае. И здесь в качестве товара мы не проиграем, да, если появятся новые поставщики. То, что мы можем заместить, ну, это легко. Ну, слушайте, ушел Макдональдс, ну, что вы считаете? Ну, у нас не производят бургерных, ну, придите, там, два поэта, где рядышком есть бургерная, пожалуйста. В общем-то, без бургеров есть что поесть. Да, наши производители могут все эти ниши закрыть, да, если молодежь привыкла к этим, именно к таким блюдам. Ну, это все решаемо, еще раз говорю. В нашей Омской области то, что касается продуктов питания, мы производим все. То есть, здесь не может быть проблем. И бизнес, еще раз, вот то, что правительство сегодня делает, федеральное, дает определенные преференции, льготы, которые займут нишу. Александр Ильич, традиционно последний вопрос, ну, как, что, о чем мы не спросили, но вы бы обязательно хотели сказать, затронуть какую-то тему, напрямую, может быть, обратиться к телезрителям. Ну, я бы, наверное, Андрей, еще раз вернулся все-таки к ситуации с проведением военной спецоперации, потому что вопросов вот много от вас прозвучало. И здесь, поймите, вот как бы ключевое, вот я даже слушаю либеральных журналистов, они говорят, а вот президент Путин почему-то действует не как политика, а как такой, ну, как историческая личность. Ну, а что в этом плохого? У меня всегда вопрос. Вот давайте даже вспомним слова Уинстона Черчилля, который говорил, что политик отличается от государственного деятеля тем, что политик думает о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующем поколении. Так вот, президент Владимир Владимирович Путин думает о следующем поколении. Знаете, думает о том, как будет жить Россия, так, и как будет жить другой мир. Это забота о будущих, даже поколениях наших россиян. Когда вот все говорят сейчас, тоже журналисты рассуждают, типа, все ждут мира. Я напомню, что кто-то ждал мира 8 лет, а кто-то ждет всего 2 недели. И российская армия сегодня на Украине для того, чтобы этот мир наступил для всех. Для тех, кто живет на Украине, кто живет в России, да, неважно, там, кто на Донбассе или в Луганске. Для всех, чтобы был мир, и в том числе для Европы. Вот поэтому сегодня проводится специальная военная операция на территории Украины. И она должна быть доведена до конца. И так будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok